Я уже делал кучу роликов про свои сборки и даже делал год назад видео о том, как их создавать. Но времена меняются, соответственно, меняются и требования. Старый способ утратил свою актуальность, да и в целом он для широкого распространения не особо годился. Сегодня я расскажу и покажу, как навсегда избавиться от мусорных программ, как избавиться от какой-либо слежки Майкрософта, ну и самое главное, самый простой и самый эффективный способ создания сборки Windows с минимальнейшим количеством команд. Для начала давайте проясним одну вещь. Сборка Windows это полностью та же система. Майкрософт никакого исходного кода не предоставляет и полностью перевопатить всю систему у вас не получится. В основном сборки делятся на три типа. Первый самый популярный это просто всунуть все обновления в систему и по желанию впихнуть, например, какой-нибудь браузер, если вам дали 100 рублей. Второй это уже такой любительский, который тоже подходит для распространения. Бывают сборщики, которые сразу добавят в систему браузеры, медиаплееры, торрент-трекеры, игровые лаунчеры, разных библиотек и всякого прочего. Ну и третий, чисто когда сборки делают уже для себя и с помощью разных программ даже драйвера из основного ноутбука или компьютера импортируют и после установки вам вообще ничего делать уже не нужно. Для того, чтобы начать делать сборку, нам потребуется скачать оригинальный образ системы. Если вы хотите последнюю Windows, но обновления вам не сильно важны, это можно сделать на сайте Microsoft. Пишем в гугле Windows 11 скачать. Выбираем сайт microsoft.com, листаем самый низ, выбираем образ с несколькими редакциями, затем язык системы и качаем 64-битную версию. В случае с Windows 11 у нас выбора не так уж и много. Если вы хотите делать сборку на основе десятки, пишем скачать Windows 10, переходим на тот же сайт, но тут все немножко сложнее. Microsoft по каким-то причинам для ПК-пользователей зажали загрузку ISO-образа напрямую, поэтому нам надо открыть код элемента на клавишу F12 и нажать на кнопочку с иконкой ноутбука или телефона. После этого перезагружаем страницу и спокойно листаем до нужных пунктов и проделываем те же действия. Если же вы хотите собрать Windows с абсолютно всеми обновлениями или даже с определенным обновлением, к примеру, Windows 11 22 H2 или даже Windows 10 18 09, нам нужно перейти на UEP Dump. Все нужные ссылки, кстати, будут в описании. Здесь выбираем Windows 11 или Windows 10 и выбираем конкретную версию, которую нам надо. В случае с Windows 11 можно выбрать и 24 H2, и 22 H2, и даже 21 H2. А среди Windows 10 есть и последняя, и 18 09. Дальше для установки всех обновлений выбираем самый последний пункт, который еще подписывается как AMD 64. И будьте внимательны, его легко перепутать с ARM 64, который требуется для планшетов. Поэтому убедитесь, что справа написано X64. После этого выбираем язык и снимаем галочки с лишних редакций. Нам нужно выбрать одну, потому что в сборке будет только одна редакция. Я, например, как обычно все и делают, сниму галочку с Windows Home. Ну а дальше первую галочку не трогаем, если хотим обновления. Вторую галочку по желанию оставляем, чтобы скрипт нам чуть-чуть почистил мусор. Третью галочку ставим, потому что он нам включит Net Framework. А четвертую ни в коем случае не ставим. Это сжатие образа в ESD, и если вы его поставите, образ, конечно же, будет весить меньше. Но потом нам и так и так придется его конвертировать в Vim. Поэтому мы потратим лишний час времени. Жмем на Create Download Package, распаковываем архив, который мы только что скачали, и открываем ConvertConfig.ini. Здесь нам нужно найти строку Custom List и поставить ей значение 1. Теперь, раз уж мы позволили скрипту распознавать свой список приложений, открываем в той же папке файл Custom Apps List TXT. И здесь начинается наша свобода действий. Перед нами открылся список всех UEP-приложений Windows. Суть этого списка в том, какие приложения оставить, а какие нет. То, что помечено решеткой, будет удалено. А если бы точнее, не добавлено в образ. То, что без решетки, будет добавлено в систему. Первые 4 не трогайте вообще. Если вы хотите оставить только самое нужное, уберите хэштег NotWindowsFotos для присмотра фото, Notepad для блокнота, ScreenSketch, чтобы можно было создавать скриншоты, компоненты Xbox, потому что его потом обратно завести будет геморно, кодеки, потому что удаляя их будут проблемы, ну и StartExperienceApp и ClientWebExperience, просто потому что это важные системные компоненты. Все остальное можно смело сносить. Для этого надо просто убрать хэштег. Ну, тут все-таки на ваше усмотрение. После этого сохраняем текстовик, и, наконец, открываем файл UEP Download Windows CMD. Дальше нам остается ждать. Все в зависимости от вашего интернета и мощности устройства. Это может быть как 20 минут, так и час. Когда конвертация закончится, в той же папке появится готовый образ системы со всеми обновлениями. Переместите его куда-нибудь, потому что через пару мгновений он нам снова пригодится. Дальше нам нужно скачать программу MSMG Toolkit. Она упростит нам распаковку и сборку системы, ну и к тому же там сразу же можно применить пару твиков. Это даже не особо-то и программа, это скорее оболочка для Dism, компонент от Microsoft для работы с образами. Тут на сайте переходим на вкладку Downloads, дальше жмем на Downloads, а дальше нажимаем на Toolkit V13.7Z и скачать. В Украине, если что, сайт заблокирован, поэтому придется включать VPN. Теперь распаковываем архив, который мы только что скачали, и кидаем образ Windows, который мы качали ранее, в папку ISO. Но для удобства переименуйте его в какое-нибудь короткое слово. Да хоть привет, как дела? Нам в скрипте MSMG нужно будет ввести это название, чтобы приматировать образ. Но стандартные названия сущников винды довольно тяжело набираемые, поэтому все-таки переименуйте. Дальше в папке открываем StartCMD. Соглашаемся, жмем букву А, дальше жмем любую клавишу. Теперь мы видим 8 вкладок. Первая Source, в ней мы как раз загружаем, импортируем, монтируем образ. Вторая у нас Integrate. Это бесполезная вкладка, потому что для всех этих задач лучше использовать сторонние скрипты. Да и тут без кастолей ничего интегрировать собственно и нельзя. Третья и для многих основная будет Remove. В ней можно удалять системные компоненты или приложения. На четвертой вкладке Customize мы сможем применить пару твиков. Пятая вкладка полностью бесполезна. Шестая Apply сохраняет действия. Седьмая Target создает ISO. А на восьмой вкладке Tools мы сможем уменьшить вес образа системы. В общем, для того чтобы начать, нам для начала нужно зайти в Source. И нажать тройку, чтобы начать монтирование ISO образа. Здесь нам как раз таки нужно ввести название ISO файла, который мы перекинули, но без точка ISO в конце. Дальше, если у вас в образе файл InstaVim, вам всего лишь нужно нажать единичку. Если вы собирали систему через UUP dump или качали образы с сайта Microsoft, то просто жмите единичку. Если же у вас выскакивает ошибка, что у вас install.esd, то сначала жмите на шестерку, чтобы конвертировать ESD в Vim, а затем опять отнерку. После того, как у нас примонтировался образ, мы можем уже с ним начать работать. Если вы хотите поудалять разные системные компоненты или приложения, конечно же жмем на тройку, а дальше только единичку. Дальше уже просто навигируйте по разделам и пунктам с помощью цифр. Например, если нажать на восьмерку, мы можем удалять разные UUP приложения. И тут вообще 73 пункта в моем случае. И для того, чтобы, к примеру, выбрать приложение ваш телефон, нам надо ввести 73, потому что это число указано слева. А затем нажать Enter. Плюсик означает, что приложение включено и не удалено. А если минус, значит оно удалится. Чтобы выйти и перейти на следующую вкладку, нажмите клавишу X, а потом уже с помощью цифрок на другую категорию. Полностью показывать, что конкретно удалять можно, а что нельзя, я не буду, потому что это займет около часа. Самое главное, не трогайте вкладки интернет, нетворк, прайваси и ремоутинг. И, конечно же, будьте предельно аккуратны при выборе компонентов для удаления. После того, как вы где хотели, нажали на циферки и уже закончили выбирать приложение, жмите на X до тех пор, пока вы не попадете на те самые два пункта. И нажмите на двойку. То есть, Start Removing Windows Components. Это довольно долгий процесс, поэтому тут уже надо набраться терпения. Да и, кстати, клавиша X здесь абсолютно всегда используется как кнопка назад. Но убедитесь, что используете английскую раскладку, иначе нажав на какую-либо клавишу на русской раскладке, вы... обосрётесь. Напоследок, из всего, что мы можем тут сделать, это применить буквально пару твиков. Жмём на четвёрку, а затем на восьмёрку. В зависимости от образа, везде порядок цифрок твиков по-разному, поэтому тут уже на ваше усмотрение. Здесь можно отключить автоустановку драйверов, отключить установку рекламы, отключить обновления, Windows Defender, Smart Screen, включить старый просмотрщик фото, контекстное меню и скрыть пару иконок на панели задач. И здесь, что я бы хотел подметить, ни в коем случае не используйте твик отключения картаны на старых Windows 10, иначе у вас в системе сломается поиск. Теперь, пока не сохраняем образ, ведь нам нужно врубить Net Framework и Direct Play. Зайдите в проводник и откройте ISO образ, который вы используете для создания сборки. Прям возьмите и сделайте двойной клик по образу, и запомните, какую букву винда дала диску. Далее открываем новую командную строку от имени администратора. Пишем disem.slashimaj2. И нам надо скопировать путь к папке msmg mount install1. Это если что, та самая папка, которую мы разархивировали ранее. Перейдите по этому пути и нажмите на единичку правой кнопкой мыши и скопируйте путь. После image2 нам как раз таки нужно вставить путь к распакованной нами системе. Для вставки текста в командной строке можно просто нажать правую кнопку мыши. У вас сейчас команда должна выглядеть примерно вот так. Теперь дописываем slash enable feature, slash feature name, двоеточие, netfx3, slash all, slash source, двоеточие, буква, двоеточие, обратный слеж, sources, обратный слеж, sxs. То есть команда должна полностью выглядеть вот так. Жмем enter и у нас включается фреймворк. Точно так же можно сделать и с direct play, но никакие сообразы подключать уже не надо. Просто жмем клавишу вверх, чтобы вернуть последнюю команду, и в качестве фичурным сначала пишем legacy components, а затем direct play. Но уже никакие slash all или slash source уже тоже не нужно. Теперь обратно переходим в msmg и сохраняемся наши изменения в системе. Для этого жмем шестерку, чтобы перейти на вкладку apply, а затем сначала единичку, чтобы скрипт автоматически почистил всякие мусор и временные файлы, а потом, после того как действие завершится, жмем на двоечку. Соглашаемся на еще одну чистку, нажав на y и ждем. Это будет довольно долго. После того, как у нас применились изменения, мы можем конвертировать файл installvim в формат ESD, чтобы образ стал меньше раза в два или чуть меньше. Для этого переходим в tools, vim manager и convert. Процесс конвертирования будет очень долгий, он у меня зачастую длится минут 50. Все, что нам останется после конвертации, это выбрать категорию target и нажать единичку. Сначала пишем, как будет называться флешка после записи образа, а затем, как будет называться ISO файл. Но самое главное, конечно же, не используйте кириллицу. Образ системы у нас сохраняется в знакомую нам папку ISO. Казалось бы, мы уже закончили, но сборку можно сделать еще лучше, с помощью скрипта, который автоматизирует настройку системы. Для этого переходим на сайт... СЧИ... СЧИ... СЧНЕ... Короче, ссылка в описании. Здесь мы создаем файл auto-unathent.xml. Он отвечает за работу скриптов во время установки системы. Я думаю, объяснять что да как тоже не обязательно. Здесь сотни галочек и настроек, но в свой телеграм-канал я опубликую уже готовый файл, который я использую в своих сборках. Там есть обход системных требований Windows 11, включение скрытых файловых папок, расширений, возможность удалять Microsoft Edge. И конкретно в моем файле я вставил около 30 рег файлов для отключения телеметрии и слежки. На сайте это тоже можно сделать, но в моем файле используются какие-либо возможные варианты. Если вы используете сайт, после того как вы поставили галочки где нужно, нам надо нажать на кнопку download.xml файл. Теперь когда у нас есть окончательный файл, скачиваем программу Ultra.ISO, но бесплатной версии из официального сайта нам не подойдет, поэтому вы знаете что делать. В этой программе нам нужно открыть ISO файл, который мы создали и просто взять и перекинуть тот самый XML файл в корень образа. Далее сохраняем и получаем полностью готовую сборку, которой можно делиться с друзьями. Главное перед этим ее протестируйте и перепроверьте. А на этом у меня все. Если вам был полезен туториал, буду благодарен если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Все полезные ссылочки будут в описании и в телеграм-канале. Ну и напоследок хочу поблагодарить всех своих новых покровителей канала. Ссылочка на способы поддержки тоже будут в описании. Желаю всем удачи и до скорой встречи.